Слава, третий сезон шоу Аватарное ТВ. Потрясающе, потрясающе. Третий сезон, на самом деле, кажется, вроде бы уже много сезонов прошло, а вроде как бы и мало сезонов прошло. Но такой прорыв в технологиях. Это правда. Они как рисованные мультики настоящие. Ты смотришь каждый номер как сказку. Да. Они живые. Просто я даже периодически путаюсь, что как будто за ними стоят реальные люди. Они уже как реальные люди выглядят. Это очень, конечно, вдохновляет и очень бодрит. Есть ли такое у тебя, что, например, начинает сезон, и тебе не хватает кого-то из прошлых сезонов? Нет, я тебя умоляю. Столько времени проходит. Плоти люди. Столько событий в жизни, что я все забываю. Я как память у рыбки, понимаешь? Две минуты прошло, все, я забыл, кто был рядом со мной. Ну и проектов много, да? Ну это же хорошо, это же прекрасно. Нет, конечно, каждый персонаж оставляет свой след. Нет такого, что я кого-то забыл, и этого персонажа не помню. Даже если мне сейчас кого-то назовешь, что прошло сезон, я сразу скажу, кто это. Вот. Поэтому чем персонажей больше, тем интереснее, потому что они уже прокачиваются, они уже знают, как себя вести. Ну ты видишь, у нас второй выпуск, а такой ступор уже есть, что они как будто вообще никого не угадали. У меня ощущение, что мы ближайшие пять выпусков никого открыть-то и не сможем. Сердце бьется, сапоги блестят. Да! У меня все руки просто мокрые. У кого-то учащается сердцебиение. У кого-то сейчас будет приступ. Чего-нибудь. Тем не менее, ты сейчас сказал, что тебе кажется, что все-таки кого-то же отгадают. Как тебе кажется, что ты уже кого-то угадал? Когда кажется, креститься надо, моя задача аватаров защищать, поэтому даже если у меня есть какие-то свои предположения, все, кто находится здесь вокруг, они знают, что я не делюсь больше своими предположениями ни с кем. А вдруг кто-то знает, члены жюри подойдет и скажет, а вот Слава сказал, что за этим это скрывается, зачем мне это надо? Какие у нас танцующие члены жюри видели? Пусть аватары живут подольше. Слав, а вот так подходит к тебе члены жюри? Да, да. А вот Слава оказалась. Это когда тебе хочется что-то сваровать, вот это знаешь? Где у тебя кошелечек, давайте. Какой интересный общаетесь-то. Мы же просто не знаем, а ну вон оно как. Мы все в танце решаем, все вопросы. Все важные вопросы решаются в танце. Ча-ча-ча. И посадоболь. Посадоболь. Ну ты уточняй на всех книгах. Я уточняю. Со мной худши уточняй. Из названия танца буквы не выкинешь. Ну что, второй выпуск. Становится ли понятнее? Становится. Да? В некоторых случаях становится. В некоторых случаях наоборот. То есть ты понимаешь, что еще очень долго у тебя не будет версии на этого аватара. А в некоторых версиях прям уже да, ты кого-то слышишь. Возможно, ты заблуждаешься. Возможно, ты подтягиваешь все черты, которые увидишь и слышишь под свою версию. Но кажется, что где-то мы прям след унюхали. Если бы ты сам участвовал, например, в шоу-аватар, какой бы аватар ты выбрал? Ну вот мне дико нравится домовой. Да, я так и поняла. Он просто нереальный. Тем более, что в детстве меня называли Кузей, кстати. И мне очень много в какой-то момент, у меня было много волос, они были лохматыми. И мне поклонницы дарили троллей. Очень много троллей. И у меня огромная коллекция троллей. Вот. Может быть, я, кстати, был бы троллем или вот таким домовенком. Но он просто забрал все сердца. Очень хорошенький. Но тем более, он, кстати, был бы на контрасте с твоим белым орлом. Да, да, да. Потому что орел. Точно, орел хищный, да. Да, да, да. А этот такой... Но еще человек, который управляет этим аватаром, он должен обладать... Вот как ни странно, да, перед нами нарисованный аватар. Но он бы не был таким, как бы, раздавающим добро и солнце, если бы артист, которым управляет, не имел это в себе. Да, а харизма чувствуется через аватар. Это всегда удивительно, на самом деле. Как думаешь, все-таки где сложнее, в аватаре или в маске? Сложнее? Я не был в аватаре, мне сложно сказать. Ну, без нас все, тебе пришлось бы еще и контролировать мимику. Да. Но ты цепляешься за мимику уже, ты на той стадии, нет? Да, да, конечно, конечно, да. По улыбке, по вот, по всему. Потому что мы разговаривали с новенькими членами жаря, они еще понимают, ну, как бы... Ну, сегодня они уже скажут, что они понимают по мимике тоже, конечно. Уже они не так отвлекаются на красоту аватара, голос, хаус. Хотя вот в некоторых случаях забирает настолько много выразительности в самом аватаре, что он забирает, и ты забываешь там про мимику, про какие-то детали. Что там у нас в красном блокноте сегодня? В красном блокноте хаус царит. Как всегда? Просто? Почему ты там не рисуешь? Я рисую. Где? Ну вот, какие-то мне тут узорчики. Ничего себе. Это на ком у тебя узорчики? Я не знаю. На нервах собственных. Вот, посмотри. Мне кажется, эта картина говорит о том, что человек, который рисовал, ему плохо. Думаешь? Он в смятении. Очень интересно. А ты знаешь, знаете, есть схема, когда что-то там, если тревога, рисуй круги. Вот надо по твоим рисункам понять, да, что же ты там рисуешь. Вот, про кого-то написано. Красотка, секси, вамп, повелительница, мистическая. Есть ли кто-то, кого в итоге тебе кажется, ты знаешь на 100%? Ну да, есть, есть. Думаешь, сегодня кого-то отгадаете? Кого-нибудь, думаю, отгадаем сегодня. Мы же дали клятву на жемчуге Леры Кудрявцевой. Это все серьезно, я считаю. Это все серьезно. Ну да, это не шуточки. А кто-то думал, что это шуточки? Нет, нет, мы понимаем прекрасно, что это все уже... По-настоящему. По-любому. Спасибо. Ставки слишком высоки, друзья. Ну что, третий сезон? Третий сезон. Мне иногда не укладывается даже в голове, что третий. Это третий год мы снимаем шоу «Аватар». А еще до нас в этом году дошло, что шоу «Мазгу» он был аж в 2021 году. Да. В 2021 году. И значит, в 2021, в 2022, в 2023, в 2024. Четыре года. Можно даже сказать, что это четыре сезона у нас. А вот посмотри, как... Жуть! А шоу как осталось в памяти? У всех. Угу. Дорогое НТВ. Верните шоу «Мазгу» он тоже. М? Роскошное шоу. Да. Роскошное шоу «Мазгу» он тоже. Как вам атмосфера на этом третьем сезоне? Отличается ли она от предыдущих? Ну, она отличается, безусловно, от предыдущих сезонов. Еще больше эмоций, еще больше разговоров. Еще больше личного. Еще больше личного. Немного хаос в наших обсуждениях. Вообще все очень весело, ярко, эмоционально и без барьеров. В какой-то степени Ирина Понаровская, которая сидела во втором сезоне, она как-то сдерживала наш пыл. А Лера, наоборот, она этот пыл... Расходимся. Теперь разойдется на цитаты. Да, все, расходимся. Нет, да, Лера, это определенный вайб. Ну и наша, наверное, с ней химия отношения вне и внутри кадра. Кадра, это, наверное, особенная какая-то масфера. Передает только перчинку, на самом деле, это правда. Ну, правильно, потому что лисы-то нет. Надо же как-то разгонять эту историю. Да, да, лисы нет. Ну, лиса изначально хитрая, поэтому она, имея одного смешивца дома, решила ко второму клине подбить в эфире. Рабочая схема, на самом деле. Рабочая, да. Мы с Региной разговаривали, мы всегда смеемся, что у нее Тимур Родригес, это у нее муж на других проектах. А тут она нашла своего. Да, да. У нее везде свои люди. Везде свои люди. С каким-то из аватаров такая же химия возникла? Вообще обалденный аватар в этом сезоне. Очень детальные, очень красочные. Есть, как всегда, артисты, которые больше присваивают аватаров себе, начинают жить как аватары. И мы действительно верим, что существует такой персонаж. Это вот Домовенок, это Медуза Гаргона. Они присваивают себе. Есть более холодные, более спокойные аватары. Ну, все зависит от артистов в том числе, от их желания, возможно, желания, опытности, неопытности, а может быть, от скромности или отсутствия скромности. Тут по-разному. Кто-то просто для себя выбирает свой путь в нашем шоу и, возможно, сначала не все выдает для того, чтобы приберечь на будущее, чтобы не раскрыть себя. Сейчас есть некий такой тренд на русские сказки, в целом на сказки, на чудеса, на какие-то... С какими сказочных героев вы себя ассоциировали когда-либо? Не знаю. Ну, вообще, Буратино я всегда любил сказку. С Буратино. Мне кажется, это, в частности, из музыкального материала, нет? Ну, в том числе, да. Ну, вот здесь в шоу мне сказали, что я, оказывается, не Буратино, а Артемун. У меня тут один аватар Карабас-Барабас, собственно. А если на душе себя Буратино, оказывается, нет. Оказывается, Буратино у нас Тимур Батрудинов, а я, кажется, Артемун. Ну, ладно, ничего страшного, пускай будет так. Нет, ну, на самом деле, Буратино получается, да? Конечно, я Буратино, да. Какой Тимур Батрудинов? Что, вы не видели нос Батрудинов? У кого нос острее? У меня? Причем с Батрух своей картошкой? Ну, что вы? Обожаю. Итак, сейчас мы узнаем, прав ли кто-то из судей. Да! О, серьезно? Кошкой фараона была великолепная Диана Гурская, народная артистка России. Это было максимально неожиданно. Кошкой фараона была великолепная Диана Гурская, народная артистка России. Как красиво! Потрясающе красивая кошка фараона покидает сегодня шоу «Аватар». Как вам участие в этом проекте? Это был очень замечательный такой опыт, прекрасный проект, проект, который был очень важен для меня, я повторюсь, на сегодняшний день очень нужен был мне, наверное. И большое спасибо за возможность, за участие. Это новый вызов, это новый поиск. Поэтому, знаете, соприкосновение к пучине с классической музыкой, это было нереально. Я также хочу поблагодарить всех, кто работает над проектом. Это замечательные люди, профессионалы, вокалисты, это удивительные звукорежиссеры, которые на самом деле трудятся и создают эту красоту. Это чудесные редакторы, режиссеры. У меня появилась возможность поработать с чудесными людьми, с профессионалами. И это большое-большое счастье. На самом деле, прекрасное настроение, чудесное. Я и попрыгать, и побегать смогла. Более того, знаете, очень интересная такая получилась история, контраст, скажем так, да, там, от пучини, да, такую песню, как говорит мой сын Клёвый, вот такую, да, Мия Бойко спела. Это было замечательно. В общем, интересная была история. Правильная история в моей жизни, я считаю, потому что, знаете, очень было прекрасно. Ну, прекрасный момент, вот, когда я разучивала рэп, и я вовлекла сюда сына, то есть, ну, было круто. Поэтому я желаю всем удачи, прекрасный проект, и здорово, что я была частью этого, скажем так, праздника. Какой показ аватара впечатлил тебя больше всего по графике, ли, репертуарам, ли, разговорам, ли? Ну, слушай, во-первых, я буду очень, наверное, прозаичен, скажу, что больше всего впечатлил Довенок, потому что это самый маленький аватар, который я видел в своей жизни. Нет, ему неудобно, понимаешь, у нас вообще дискомфортно. Не сложилось. Да, ему задирать голову надо сильно высоко, а мне, наоборот, нагибаться и сутулиться, а я сутулиться не люблю, да. Ну, правильно, и не надо. Зачем? Довенок, здесь как бы всё видно и понятно, а царевну лягушку поцелуешь, и непонятно, может быть, хуже будет. Ты такой большой, я не понимаю, как на тебя смотреть, у меня шея болит. Я тоже немного сутулись, когда на тебя смотрел. Лягушка, кстати, тоже сильно выше тебя, домовенок, так что не развивай роток. Разберёмся, Тимур, ладно, разберёмся, пожалуйста, не лезьте в наши отношения, а то я всем расскажу, что у вас спать. Так, домовой, а ну-ка на своё место обратно. А манера поведения, как у монстрика, тоже собирается отбивать у меня других аватаров. Да, 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 да. Знаешь, причём и по голосу на монстрика похож. Не надо. Тем более, когда ты сутулишься, ты как будто, знаешь, снисходительно к нему относишься, а это же не так. Ну, как к малышу. Я же его ценю. Тогда буду просто присаживаться на коленочку, чтобы быть с ним на одной волне. Ладно. С детьми же надо разговаривать на одном уровне, чтобы он тебя не пугался. Не, ну как аватар ребёнок. Ну, домовёнки же не ребёнки, они просто домовёнки. Какая прелесть. Ну да, это странно, но ладно. Так, ну в целом, какой номер тогда впечатлил больше всего? Правда, на втором выпуске пока, но почему бы и да? Давай. Номер. Какой меня впечатлил номер? Слушай, мне запомнился номер, где Карабас-Барабас пел, и балерина, ходящая по бревну. Это было очень красиво. Красивый такой, знаешь, минимализм, эстетика, что-то от киношности, чёрно-белые цвета. И он завораживает. Прям ты сразу хочешь наблюдать, что же будет дальше. Классный номер очень. Карабас-Барабас, респект. Ты же, когда снимаешь промо, ты надеваешь эти датчики. Каково это быть в них? Классно. Слушай, они не весят там какие-то килограммы тяжёлые. То есть самое тяжёлое – это штука, которая надевается на голову. То есть она крепится к шее. У тебя вот этот телефон, который считывает мимику твоего лица. И это, конечно, тяжеловато, потому что всё-таки несколько килограмм на твоей шее. Шея, в принципе, не привыкла к такой нагрузке. Потом немножко побаливает, но ничего, трудности закаляют. Мы же артисты. Красота требует жертв, усилий, чтобы зрители радовались. Вообще зрители любят, когда известные люди мучаются и страдают. Это нормально. Поэтому Слава не участвует во всяких хоррор-шоу, где надо есть гадости, потому что он не хочет, чтобы видели, как он страдает. Да, это вообще не ко мне. Зачем я? Как тебе без бороды здесь? Прекрасно. Что слышишь ли ты, знаешь, бывает? Отсутствие. Да. Холодно ли? Да нет, кстати, здесь настолько жарко, как видите, мне кажется, лицо уже вспотело максимально. Поэтому в павильоне дали отопление. А-а-а. Вот, в Москве с отоплением всё в порядке. Платим вовремя. Не отключаю. Социальный проект. Закадровать меди. Спасибо, мэру. Потеем вместе. Давай серьёзно закончим, малюк. Твои ощущения от того, каким будет следующий сезон? Вот этот сезон. Четвёртый? Да, расскажи. Во-первых, третий сезон будет фантастически смешным. У нас, во-первых, обновление среди членов жюри – это уже совершенно другая энергия. Это совершенно новые эмоции. Плюс есть, скажем, люди, у которых до нашего шоу были взаимоотношения. А это всегда прикольно. А это всегда смешно, весело. Поэтому, друзья, помимо прекрасных выступлений аватаров, будут невероятно смешные диалоги. И, поверьте, эту передачу можно уже приравнять к юмористическому шоу. Согласна. Спасибо. Наш кандидат. Да, да, да.